На Южном Урале проживают люди 152 национальностей и народностей. Они обустраивают здесь свой дом и создают семьи. Здесь рождаются их дети и внуки. Каждый из них считает Южный Урал своей родиной. Здесь они мечтают и строят планы на будущее, добиваются поставленных целей и достигают новых вершин. Наш рассказ о тех, кто рядом, о людях, которые приносят успех и славу Челябинской области. В казачество я пришел через песню. Я сам музыкант. В музыку пошел я как раз через бабушку, которая играла на балалайке. И в первый раз, увидев это, то есть у меня внутри что-то перевернулось. Я не знаю, ну как это? Это мое. Я помню тогда, мы с мамой приехали к ней в деревню, она переехала в деревню, в другую. И всю ночь эти наигрыши какие-то. Она меня обучала, за ночь я научился играть. И когда я поступил уже в Челябинск, в Академию культуры, тогда назывался Академия не институт, там приехал к нам Стас Бояраков. И вот он впервые исполнил для нас песню «Донских казаков». Вот тогда уже и понял, вот это что-то мое. Архаика, то есть древность какая-то. Именно она что-то не простая, поверхностная песня, как многие звучат, не знаю, обработки для меня почему-то зачастую становятся более поверхностными. Очень трудно вложить душу. У меня было ощущение, что я даже видел вот эти картинки, что происходило, что описывается в песне, они как-то возникают. И прямо он цепляет за душу и наружу вытаскивает. У меня город небольшой, хоть стоить на берегу стоит только постараться, я столкнул его в реку, у нас говорят. Вот. Переехал сюда, нашел здесь уже казаков, вступил в общество, и тут уже началась моя служба. То есть мы ходили на охрану каких-то мероприятий, какие-то вопросы просто решали, помогали друг другу. И параллельно создал здесь ансамбль, которому в 16-м году, насколько я знаю, исполнилось уже 20 лет. Казаки. Казаки. ПЕСНЯ 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 Целенаправленность, обязательно целенаправленность, чтобы внутри было чувство правды, ощущение правды, и чтобы от этого понятия стараться не отходить, не на толику. ПЕСНЯ 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 Любила казачка, варшавочка-бабочка, Полюбила казачка, варшавочка-бабочка, Дела ему... Каждый делает блины по-своему, но я покажу, как я делаю. Итак, значит, мы приступаем. Два яйца разбиваем. Щепоточку соды для мягкости, чтобы блинчики были мягонькими. Вот такие. Раз. Дальше. Соли тоже чуть-чуть совсем, совсем чуть-чуть. Сахар совершенно немножко, потому что многие не любят сахарной длины. Дальше поехали. Два стаканчика, таких небольших можно, два стаканчика водички. Вода у нас мяская, очень чистая. Кстати, из Челябинска приезжают, и им очень нравится эта вода. Так, один стаканчик. Дальше мы размешиваем все это. Так, вот такая вот пенка получается воздушная. Первый блин комом. Первый блин на маслницу отдавали медведю, то есть комом. Комы это раньше называли так медведей. Второй блин клали на слуховое окошко, ну то есть для духов. Потому что это вот у нас в доме вроде как, он не такой уж и старый дом, да. И, а раньше в доме если жили, то много людей умирало, да, поколение очень много менялось. И поэтому в доме было очень много духов. И вот, чтобы мы как бы не забывали духов, мы клали блины на слуховое окошко. Вот. А уж третий блин ели сами. Ферментированный чай называется он иван-чай. Это растет везде на полях. То есть его собирают обычно во время цветения, собирают листочки, потом он мнется руками. Можно, ну, я делаю ленивым способом, мы мелим на мясорубке. Вот он вышел у нас из мясорубки, мы его кладем ферментировать. То есть немножечко он киснет. И у него придается такой запах интересный, как будто бы ягоды. И потом его нужно положить в духовку и зажаривать. То есть когда он становится вот таким сухим, вот он тогда готов. Дальше. Сюда мы можем положить чабрец. Она, кстати, очень хорошо помогает от кашля. Запах просто изумительный. Вот есть еще, вот смотрите, можно добавить ромашечки сюда. Тоже очень хороший антисептик. Очень много казачьих песен, они именно с военной тематикой связаны. Все-таки про службу казака, как он переносит эту службу. Скажем, там, про расставание с семьей, где-то там на чужбине. Это переживание казака для того, чтобы, скажем так, это даже как бы какая-то предподготовка к бою. То есть он, переживая внутри, перегорая вот это вот, просто в песнях, он это из себя изживал. То есть страх перед боем какой-то. И песня просто помогала. ПЕСНЯ Казаки сами по себе, люди очень рукастые. Изначально игрушка, конечно, она была более для отражения, скажем, язычества. А позже это просто как развлечение для ребятешек стало. На весну свистульки свистели по всем улицам, зазывая скорее, чтобы пришла весна, чтобы скорее солнышко выглянуло. Это парочка уральцев-казачки. То есть это блузка такая широкая. Ну почему широкая? Вот спрашивают в ней раз. Боль, почему ты вот такая молодая? Почему бы тебе вот... Есть приталенные еще блузочки, парочки. Юбка и блузка. Ну вот я что-то предпочитаю, думаю, ну женщина, она все равно костюм шьется ни на день, ни на два. Мало ли что там, где-то может в положении, где-то там поправилась, где-то похудела. А костюм всегда останется свободным и будет на все случаи жизни. Вот так вот. То есть, ну вот это как бы простой вариант. Это ситец такой хорошенький. Тут вот вышивка, ну это вот все просто, да. А вот здесь вот уже костюм такой праздничный. Здесь идет сарафан. Обязательно золотое шитье. Вот такой вот поясочек с золотой, это тоже оборочкой. Обязательно украшение какое-то. Ну допустим, замужняя уже казачка носили обычно янтарь. Вот есть янтарные бусы, да. Вот. А насчет головного убора, вот эта косынка казачья называется файшонка. Вот. А почему черное? Потому что черное это цвет земли. То есть земля, она рожает. Рожает все самое вкусное, все самое полезное. Так же и женщина. То есть та женщина, которая носит файшонку черного цвета, это женщина, которая может еще плодиться и рожать детей. Дальше уже идет файшонка бордового цвета. Почему бордового? То есть уже та женщина, которая не может рожать детей. Ну а уже женщины в преклонном возрасте, уже мудрого возраста, уже надевают белые файшонки. Это уже как бы подготовка, ну, к там, к потустороннему миру. Человек, ну и особенно, наверное, мужчина все-таки не должен жить только для себя. Он должен жить, во-первых, для родины, во-вторых, для семьи. А может быть, даже где-то в первую очередь все-таки для семьи и через это для своего края. Мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Вот изначально, ну, это было как самое простое. Но построить дом, построить дом, это, я думаю, что это не чисто архитектурное какое-то решение, это именно создание семьи. Посадить дерево, это именно житье вместе с природой, то есть помощь природе. И вырастить сына, я думаю, что это не только вырастить своего сына, а это возможность накопления какого-то опыта и передачи этого опыта следующим поколением. Мои корни в основном здесь, именно в наших краях. Здесь родились мои прадеды, деды, здесь живут мои родители. Я сам родился в Миасе, правда, вернулся сюда спустя 25 лет, но получается, как бы, коренной житель Миаса. Были возможности есть в других городах, но красивше, чем у нас. Вот кто не приезжает, говорит, Миас, это вообще, ну, такая природа, это русская Швейцария. Субтитры создавал DimaTorzok